Сегодня у нас стоит вопрос о том, как правильно обновить BIOS. На самом деле эта задача не сложная, но опасная. И опасность состоит в том, что вы можете легко запороть ваш BIOS и впоследствии его можно будет восстановить только программатором, а это вам придется обращаться к специалисту. Именно поэтому перед прошивкой BIOS нужно значительно хорошо подготовиться. Несомненно, у вас возникнет вопрос, зачем вообще обновлять BIOS? Ведь в принципе компьютер и так нормально работает. Суть в том, что каждое обновление BIOS включает в себя какие-либо исправления кода, какие-либо улучшения для периферийных устройств, либо для комплектующих системного блока. Именно поэтому всегда нужно иметь последнюю версию BIOS, чтобы все устройства, в том числе операционная система, которая постоянно имеет обновления, все работало согласованно, правильно и хорошо. Так что не сомневайтесь, обновление BIOS всегда нужно делать. Итак, давайте по порядку. Во-первых, вам понадобится ревизия вашей системной платы. Чтобы ее узнать, необходимо открыть крышку системного блока, заглянуть и поискать. Примерно с краю будет написано REF 1.0, либо же REF 3.3. Это как раз номер ревизии вашей системной платы. Это очень важно для некоторых моделей системных плат. Потому что когда вы зайдете на официальный сайт производителя и будете скачивать обновление для BIOS, там необходимо будет указать именно вашу ревизию, чтобы не скачать какой-либо чужой сторонний BIOS. Это важно. Затем в BIOS вы узнаете номер сборки обновления вашего BIOS, а также дату производства. Вот эти три пункта, в принципе, вам будет достаточно для точной, правильной последовательности при обновлении. Насчет ревизии. Некоторые модели, как я уже сказал выше, могут требовать именно ревизию. То есть, когда мы заходим на сайт производителя, мы видим ревизия 0.1. Возможно, ваша системная плата может иметь другую ревизию. Находим именно вашу и лишь потом смотрим версии BIOS, чтобы они совпадали с вашей ревизией, с последним номером обновления и, возможно, датой. Лишь потом поочередно скачиваем и обновляем несколько раз до последней версии BIOS. На своем экране вы видите программу AIDA64 Extreme. Именно через нее я посмотрю, какая версия BIOS сейчас установлена у меня. Выберем BIOS и увидим, что версия 12.0.1. Конечно же, это можно посмотреть через BIOS, но мне не хочется перезагружать компьютер, поэтому именно посмотрел через эту программу. Следующим действием мы откроем консоль, введем сюда команду в MIG Busyboard GetProduct, чтобы узнать модель материнской платы. Компанию я уже знаю, это ASUS. И перейдем теперь на сайт, чтобы скачать обновления для BIOS. Я уже зашел на сайт, нашел свою материнскую плату, нашел BIOS, версия 14.0.1. Естественно, вы понимаете, что 12.0.1, естественно, устаревшая. А 14.0.1, который предоставляет сайт производителя, новая. Нажимаем скачать. И прошивка у нас в кармане. Так, еще один нюанс, который, в принципе, тоже важен. Мы должны устанавливать все версии BIOS последовательно. То есть, нажимаем показать все. В принципе, от Gigabit и от других марок плат все то же самое приблизительно на сайте. Смотрим версию BIOS. Наша версия 12.0.1. Если бы у нас была 11.0.1, мы сначала бы скачали 12.0.1 и установили бы сначала ее. А лишь потом мы скачали бы следующую. Но так как у нас 12.0.1, то нам просто очередную и последнюю предложенную версию придется скачивать. Вот такая вот история. Это важно. Кстати, чуть не забыл об одной важной вещи. Бытует мнение, что BIOS часто обновлять нельзя. То есть, много раз. Естественно, если у нас старая версия BIOS, то нам придется последовательно обновить несколько раз его. Отсюда напрашивается вопрос, точно ли это безопасно и нормально. На самом деле, любой современный BIOS имеет огромное количество возможностей перезаписи, то есть обновления. Поэтому ничего страшного не будет. Сколько бы вы раз его не обновили, по-моему, я слышал, что до 100 раз его можно обновлять. Но естественно, что столько обновлений ваша системная плата точно не получит. Поэтому смело обновляйте и все будет нормально. Следующее, что нам понадобится, эта флешка желательно не убитая, не совсем старая. Потому что в случае, если что-то случится с флешкой во время перепрошивки BIOS, могут возникнуть проблемы. Кстати говоря, еще скажу об одной вещи, которая присутствует на некоторых платах, к примеру, на Asus. На некоторых ее моделях, в случае неудачной перепрошивки BIOS, можно сделать повторную перепрошивку. То есть с первого раза, возможно, вы не убьете свою материнскую плату, но все же относитесь к этому серьезно. Так, значит, берем более-менее новую флешку, чтобы она точно была не убитой. Впоследствии мы ее сейчас отформатируем в определенной системе. Все покажу. Ну и также сама перепрошивка нужна. Точнее, файл обновления. Мы уже скачали с сайта файлик архив, разархивируем его и получим ту самую систему обновления. Ее мы закинем на флешки, когда отформатируем. Ну, в общем, смотрите далее. Итак, наша флешка имеет в себе огромное количество файлов. Этого быть не должно. На флешке только должно быть обновление биоса. Файлик обновления биоса. Также вы можете видеть, что на флешке ничего нет, но на самом деле могут быть еще скрытые разделы, скрытые папки, скрытые файлы. Именно поэтому обязательно форматируем флешку. Форматируем ее в системе FAT32. Все остальное, в принципе, можно оставить как у меня. Нажимаем начать. После окончания форматирования закидываем файлик без всяких записей, без всяких созданий образа. Просто закидываем файлик обновления биоса, который мы разархивировали, вот он, на флешку. Выглядит это так. Форматирование завершено. Закрываем. На чистую флешку закидываем файлик. Больше сюда ничего не кидаем. Никаких, еще раз напомню, образов не делаем. Все, флешка готова. В принципе, пока что можно ее достать или оставить в компьютере, потому что при включении биоса для обновления того же биоса нам необходимо будет вставить флешку перед этим. Также у вас возникнет вопрос, почему мы именно вручную это делаем, так как есть какое-то количество программ, в принципе, и можно через программу из-под операционной системы Windows сделать обновление биоса. На самом деле здесь тоже таятся опасности. Может программа зависнуть, может зависнуть сама операционная система. Поэтому надежнее будет это сделать через сам биос вручную, чем мы и займемся. Хочу подметить, если же вы будете делать данную процедуру на ноутбуке, обязательно зарядите его полностью, чтобы не было возможности отрубиться ему. То есть предусмотрите все варианты, чтобы у вас во время перепрошивки биоса компьютер не отрубился. Это будет огромной проблемой для вас. Возможно, вы угробите так системную плату и отправите ее на помойку, либо же в прилично стоящий ремонт. Если же программатора у вас нет и опыта нет, то вы восстановить биос сами не сможете. Насчет системного блока желательно, конечно, иметь к системному блоку блок питания, который, в принципе, если вдруг что, сможет поддержать еще какое-то время работоспособность компьютера. То есть беспребойник, так его называют. Если же этого всего нет, убедитесь, что у вас не отключают электричество и так далее. Это важно. Это меры предосторожности, которые помогут вам не убить ваш биос. Итак, стартует компьютер. Нажимаем Delete или App2. Биос открыт. Здесь же мы можем посмотреть System Information, чтобы убедиться в том, какая версия у нас установлена биоса на данный момент, а также дата. Эту же информацию мы смотрели с вами в Аиде. В принципе, информация совпадает полностью, и здесь ничего нового нет. В моем случае ревизия не важна системной платы, поэтому вы все видели, как видели. Далее флешка у нас подготовлена, как я уже сказал выше. Вставлена в системный блок. Следующее, что нам нужно сделать. В моем случае компания-производитель системной платы Asus. Поэтому переходим в раздел Tools. Находим Asus S Flash 2. В других системных платах, а других производителей, например, Gigabit, MCI, может немножечко по-другому называться данная функция, но суть ее остается той же. Поэтому заходим в Tools, находим примерно такую же систему. Нажимаем Enter. Вас переспросят, запустить ли такую программу. Нажимаем ОК. Дальше вы видите следующую информацию. Среди всего этого текста вы найдете то, что сейчас у вас установлено в BIOS. То есть информация, какая системная плата, какая версия BIOS, дата производства, обновления. А вот в соседнем окошке Updat.ROM вы видите, что у вас нет никакой информации. Uncone, Uncone, Uncone. То есть информации нет. Что делаем дальше? Нажимаем Tab. И выбираем, какой диск нам выбрать. Ищите, где ваша флешка. В моем случае это D. Можно их щелкать смело, ничего пока что происходить не будет. То есть, к примеру, если мы нажмем диск E, нажмем Enter. И увидим огромное количество папок, файлов. Ну, в данном случае DIR это папки. Это нам не нужно, это не то. Переходим опять в Tab. И в моем случае Noname.D, Noname. Выбираем. И видим, что как раз та прошивка, которую мы закидывали на флешку. Вот она, ROM. Нажимаем Enter. Сейчас проходит Checking File. То есть, проверка файлов. Сейчас она закончится и продолжим. Так, файлы прочекались. Теперь в информации мы видим, что теперь будет новая версия. Такая-то дата. Такой-то год. Та же системная плата. В принципе. И у вас теперь спрашивают. Вы уверены, что хотите обновить BIOS? И мы нажимаем Да. У вас предупреждение выскочит. Не отключайте компьютер от питания. Вполне значимое предупреждение. Я уже говорил выше, что может произойти. Если не хотите, чтобы умерла ваша системная плата, убедитесь в том, что компьютер у вас не отрубится. Про ноутбук та же история. В BIOS UDAT is finished. В принципе, все. Вся процедура, ребята. Ничего сложного, ничего сверхъестественного. Единственное, что нужно предусмотреть, все меры безопасности. А так же не установить сюда BIOS, другой системной платы или другой ревизии. Это тоже будет крах. Вот и вся история. Сразу хочу вам сказать, чтобы вы не спрашивали у меня в комментариях каждый раз, почему именно не с программой. Да все будет нормально. Я говорю, что безопаснее прошивать через сам BIOS. Потому что вылет из операционной системы или зависание программы очень высок этого шанса. Как видите, не составило труда у меня перепрошить через BIOS, и у вас не составит, поверьте. Единственное, если будут соблюдены все меры безопасности, то проблем у вас не возникнет. Про внезапное отключение электричества, ну, бывает и такое. Сочувствую вам, если у вас произойдет это. Конечно же, давайте проверим в конце концов, после всех наших манипуляций, что же у нас вышло. Заходим в AIDA, системная плата, BIOS. И видим, что теперь у нас новая версия BIOS, а также дата системы, то есть обновление. 5.05.16. Это последняя версия BIOS на моей системной плате. Есть еще один вариант проверки. Зажимаем WIN плюс R. Откроется окошко на выполнение. MC Info32. Ок. И также получим сведения системы. Это второй вариант проверки. Версии BIOS. Вот мы можем видеть American Megatrends 14.01.05.05.2016. То есть обновление прошло успешно. Ну и третий способ проверить версию BIOS, это через сам BIOS. На этом все.